Знаменитое здание, расположенное на улице Свободы, построено в начале 1900-х на участке, принадлежавшем сестрам Анастасии и Федосии Титовым. До сих пор в точности не определено, кто был автором этого шедевра. По одной из версий им был архитектор Кандинов, по другой – Цеханский. В облике этого здания слились несколько стилей. Можно увидеть черты модерна, эклектики и готики. Улица Свободы – одна из центральных наших исторических улиц. Важно сохранять ее облик. Еще достаточно много объектов сохранилось, и туристическая привлекательность, и задача – сохранять именно историческую аутентичность. Отсюда такое внимание к каждой детали и попытке сохранить даже то, что уже в течение беспощадного ко всему времени пришло в негодность, хотя бы в качестве музейных экспонатов. Ведь помимо богато декорированного фасада, архитектор некогда акцентировал входные проемы здания. Парадный вход оформлен полуциркульной дверью со сложной растекловкой. Перед главным входом скругленная широкая лестница. Когда-то была вымощена метлахской плиткой со стилизованным изображением Медузы. Впоследствии ее заменили. Но за более чем сотню лет оригинальная дверь обветшала, и пришло время заменить и ее. Согласно проекту, входная группа будет идентично оригинальной. Учтены все детали внешнего облика и стиля. А ветхую, старую дверь, попытаются воссоздать реставраторы Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Уникальность в том, что это стиль русский модерн. Конец 19 века. Очень редкий стиль. Мало сохранилось. Даже и в Питере, и в Москве очень мало образцов. Это великолепный образец и хорошая работа мастера. Не просто модерн, а очень хорошая, серьезная дверь. Из массива дуба тем более. Оригинальную дверь передали в руки Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Сегодня она отправилась на склад. Теперь над ней предстоит поработать реставратором. По мнению специалистов, работа будет сложной. Получится ли привести дверь в более или менее сохранное состояние, пока не ясно. Но в планах воссоздать дверь и затем найти ей применение в качестве музейного объекта. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова